Всероссийская Олимпиада – одно из главных событий для школьников. Ведь ее результаты засчитываются во всех вузах страны. Получить путевку в высшее учебное заведение смогут и славянские школьники. Подробнее об этом расскажут наши корреспонденты. Всероссийская Олимпиада школьников проходит по 21 общеобразовательному предмету во всех регионах страны. Ежегодно в ней участвуют более 7 миллионов школьников. Олимпиада проводится в четыре этапа. В сентябре-октябре прошел школьный этап. До 5 декабря школьники принимают участие в муниципальном этапе. После этого те ученики, которые показали наилучший результат, будут защищать честь своего района на краевом и всероссийском уровнях. В этом году у нас нововведение. Учащиеся в 9-10-11 классах решают олимпиадные задания под видеонаблюдением. С результатами олимпиады учащиеся родители, педагоги могут ознакомиться на сайте консультационно-методического центра. В этом году на Всероссийской олимпиаде пробуют свои силы более 3000 славянских школьников. Задания в олимпиаде намного сложнее, чем в школьной программе. Ребятам надо успешно выполнить теоретические и практические задания по выбранному им предмету. На этой неделе в лицее номер один 180 школьников со всего района участвовали в олимпиаде по истории и астрономии. Один из них – ученик 11-го класса 6-й школы Борис Лохно. Для него участие в муниципальном этапе – не просто соревнование, а своеобразная путёвка в жизнь. Ведь впереди учёба в высшем учебном заведении. Во-первых, участие в олимпиаде – это всегда интересно, это всегда какой-то новый опыт для тебя. Ну а во-вторых, сейчас это всё учитывается при поступлении в ВУЗ. И в зависимости от того, какое будет твоё портфолио, столько тебе, возможно, и начислен баллов. Виктория Солодухина – ученица 25-й школы в олимпиаде, участвует уже второй раз. Из всех школьных предметов легче всего Вике даётся астрономия. Поэтому девушка очень надеется справиться со всеми заданиями и вернуться в своё учебное заведение с победой. Мне очень нравится. Да, сложно, особенно даже в школьном этапе. Но это настолько познавательно, хочется узнавать всё больше и больше. Это помогает в будущем, прежде всего. Если кому-то нужно это для поступления, кому-то просто повысить свой статус в школе, тебе хочется, чтобы о тебе знали, что ты можешь, что ты умеешь, что у тебя есть умственные способности. Пока об итогах говорить рано. Это лишь второй этап олимпиады. У победителей и призёров муниципального этапа впереди подготовка к зональному, а затем и к краевому, который пройдёт в январе следующего года. Надежда Неткочева, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok